День военно-морского флота Ответственность за данное правонарушение предусматривается статьей 12.9 Кодекса административных правонарушений. В Десногорске проведут капитальный ремонт городского пляжа. Будет выполнено благоустройство городского пляжа, уличное освещение, видеонаблюдение, установка детского игрового оборудования, теннисные столы. Об этих новостях и не только подробнее. 28 июля вся страна отметила День военно-морского флота России. Парады прошли во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. А главное торжество было в Санкт-Петербурге. Парад в Северной столице открыл президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. В торжественном мероприятии приняли участие 43 корабля, а в небо поднялись более 40 самолетов и вертолетов. Участниками парада стал и линейный корабль «Полтава», созданный по образу и подобию исторического корабля времен Петра Великого. Также задействовали фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий». В параде принял участие личный состав с численностью 4000 человек. Финалом праздника стал пролет над Невой штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага. А в 22.30 в небе прогремел большой праздничный салют. День военно-морского флота отметили в Десногорске. Традиционно у памятника погибшим морякам всех поколений прошел памятный митинг. Российский военный флот надежно и эффективно обеспечивает безопасность и защищает национальные интересы нашей страны. Он вносит весомый вклад в укрепление ее обороноспособности. Без сомнения, моряки доблестно несут боевую вахту и свято чтут традиции военно-морского флота. Особые поздравления в этот день ветеранам. Товарищ капитан 2-го ранга, экипаж морского собрания, моряки города Десногорска, по случаю празднования дня военно-морского флота построено. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Когда-то эти мужчины с честью выполнили свой воинский долг, а теперь активно приобщают молодежь к истории военно-морского флота. Ветеранов поздравили представители администрации, горододуховенства и общественных организаций. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, мира и новых успехов в вашей нелегкой службе на благо Отечества. И мне хочется пожелать, чтобы продолжались славные традиции нашего военно-морского флота при покровительстве наших святых небесных заступников. На данный момент День военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Поэтому даты празднования из года в год могут колебаться с 25 по 31 июля. В этом году торжества пришлись на 28 июля. Программа этого дня была продолжена выступлением коллектива эстрадной песни «Ренессанс». После этого собравшись, опочтили память погибших моряков и возложили цветы к мемориалу. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 28 июля Россия отмечает большой праздник – День Крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен федеральным законом 1 июня 2010 года. В православном церковном календаре эта дата – День памяти Великого Равноапостольного Князя Владимира, Крестителя Руси. Само Крещение Руси произошло в 988 году. В честь этого события по всей России прошли торжества. В Смоленске праздничные мероприятия начались с Божественной Литургии в Свято-Успенском Кафедральном Соборе, которую возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. На богослужении присутствовал губернатор Алексей Островский, руководители органов исполнительной и законодательной власти региона, прихожане и паломники. Сотрудники ГИБДД пристально следят за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание скоростному режиму о том, какие меры принимаются в Десногорске – далее в сюжете. Для снижения аварийности на областных магистралях сотрудниками местного ГИБДД была проведена операция «Скорость». Профилактическое мероприятие проводилось с 24 по 26 июля. За это время сотрудники автоинспекции напомнили водителям о правилах дорожного движения. На смоленских трассах самое частое нарушение – это игнорирование скоростного лимита. При этом не раз доказано, что ельта на больших скоростях не приводит к значительному выигрышу во времени, а только подвергает опасности как водителя, так и случайных участников движения. «Ответственность за данное правонарушение предусматривается статьей 12.9 Кодекса административных правонарушений». А часто за превышение скорости водителям приходится расплачиваться не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких, а порою даже и жизнью. Смоленская область получит более миллиарда рублей на реализацию национального проекта образования. Конкурс на получение субсидии ранее проводило Министерство просвещения Российской Федерации. Смоленщина вошла в число победителей и получит дотацию в период с 2020 по 2022 годы. Средства, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на реализацию региональных проектов «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Ставременная школа» и «Молодые профессионалы». Кроме этого, планируется к созданию Центра цифрового образования детей и открытие технопарка «Кванториум». Кроме национального проекта образования, на Смоленщине реализуются еще 8 аналогичных программ. Оформить мелкое ДТП при помощи смартфона можно будет в ближайшем будущем. Пилотный проект начнется 1 ноября в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Приложение можно будет скачать в App Store и Google Play уже в октябре. Для оформления аварии через смартфон необходимо сфотографировать повреждения, схему ДТП и заполнить личные данные водителей. После всех манипуляций извещение появится на портале Госуслуг. Пока это сможет делать лишь один из участников ДТП. Таковы возможности приложения. Оптимизация программы ожидается в 2021 году. Но даже ближайшая версия поможет оформлять ДТП за не более чем 15 минут. Кроме этого, с 1 февраля 2020 года через приложение можно будет купить или продлить полис ОСАГО. Погодные условия пока не располагают к купанию и принятию солнечных ванн. Этим решила воспользоваться администрация Десногорска. Совсем скоро начнется масштабная реконструкция городского пляжа. Подробности далее. Городской пляж – излюбленное место отдыха жителей и гостей Десногорска. Но качество культурного объекта уже давно оставляет желать лучшего. Отдыхающих встречает разбитый асфальт, старые раздевалки и неухоженная территория. Но совсем скоро городской пляж будет не узнать. Нами проведена конкурсная процедура по выбору подрядчика. К работам приступят 30 июля. Окончание работ – 30 сентября. Городской пляж в этот период будет закрыт. Отсутствие доступа к городскому месту отдыха – вынужденная мера, так как предстоящие работы охватят всю территорию объекта. План мероприятия известен и утвержден. Будет выполнено благоустройство городского пляжа, уличное освещение, видеонаблюдение, установка детского игрового оборудования, теннисные столы. И, конечно, новые волейбольные площадки. Установка конструкций и сама реконструкция территории пляжа не вызывает опасений и у непосредственного производителя ремонтных работ. Нам поставлено два месяца. Это, в принципе, я бы не сказал, что это очень маленькие сроки. Но достаточные для того, чтобы сделать всю необходимую работу по той простой причине, что здесь, в принципе, будет работать в основном одна техника. И много людей сюда не задействовано. Работы обещают закончить 30 сентября. И тогда на еще одно комфортное, светлое и современное место отдыха в Десногорске станет больше. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Одной из главных тем этого лета справедливо стала погода. Температурные аномалии волнуют не только россиян. В Германии, Бельгии и Франции побиты все температурные рекорды. Столбики термометров перевалили за отметку в плюс 40 градусов. Жара воцарилась даже на Туманном Альбионе. В Британии плюс 38. А жители Центральной России, напротив, достают осенние куртки. После непродолжительного тепла придется снова готовиться к холодам. У синоптиков на это один ответ. Во всем виноваты воздушные потоки, которые изменили привычные маршруты. Новости неутешительные. Происходит смена климатических эпох. При этом каждая такая эпоха длится по несколько лет. Тем не менее, сильно переживать не стоит. Например, подобная европейская жара уже отмечалась в 16 веке. Так что пока все находится в пределах нормы. И о погоде. 30 июля в Десногорске переменная облачность. Днем плюс 19, ночью плюс 11. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!